Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как себя вести и что делать? Объясню ситуацию. Познакомилась с женщиной, возникло много общих интересов, подружились, записались вместе на занятия, полгода проходили. Для меня это было второе дыхание, что-то новое, выбралась из режима работы дома, она тоже сама говорила, что очень довольна. Сделали паузу, но договорились позже возобновить, она несколько раз приносила по объективным причинам, я сдала. А тут и вовсе категорически заявилось, что ничего не хочет, якобы ее устраивает режим работы дома и что хочет после работы сразу домой. Не узнаю. Человека сама же хотела, планировала с энтузиазмом, что и как, покупали инвентарь, и вообще она была легкая на подъем за любой кипиш. Я ей возразила, что может быть это временно, депрессия, конец года, еще придумаешь. Она ответила отрицательно и что мне, наверное, скучно с ней, не понимаю, как себя вести и что делать. Сейчас думаю, что это и ей со мной стало некомфортно и скучно. Занимаюсь самоедством, поговорить не получится, не любит она такие разговоры. В целом, наше общение стало более поверхностно, но нам меньше делятся новостями в событиях. В общении стали чувствоваться паузу, это на мой взгляд. Ее возможно все устраивает мне человек-торок, соглашаясь на любую досугу, лишь бы не потерять. Эти занятия были неким гарантом встречи. Все чаще думаю, что мы отдаляемся друг от друга и тревожим. Как сохранить отношения? По скриптам заняться, ей еще, людям и семейные, после 35-ти, многие друзья, близкие люди потерялись, не хотелось бы и ее потерять. Чувство тревоги засело во мне прочно. Ну, в первую очередь, здесь, пожалуй, нужно отграничить тревогу и, скажем так, то, что вы переносите на другого человека. То есть, проект. Это вещи разные. И в общем и целом, как мне думается, смешивать их не стоит. По крайней мере, ничего хорошего не получится. С чем связана тревога? Тревога связана с тем, что вы никому не нужны, чувство собственной ненужности, получается. Это тревога. С чем связана проекция и, ну, в целом, вот, ваш, так скажем, механизмы, механизмы ваших проекций, чем связаны они? Они связаны с, вероятно, нереализованностью. То есть, ну, вот, не устраивает вас, грубо говоря, ваш режим. То есть, ну, вот, вам не нравится тот режим, в котором вы, ну, находитесь, да? То есть, режим, вот, где вы, ну, работаете по принципу, дом-работа-дом. Не нравится вам этот режим? Ну, так, что же? Если вам этот режим не нравится, кто же вам мешает жить по-другому? Брать и самостоятельно его менять? Кто вам мешает это делать? Но вы этого, хочу обратить ваше внимание, что вы этого почему-то не делаете сами. Вот именно, именно сами. Именно самостоятельно. Вы почему-то этого не делаете. Вместо этого вы, как будто бы, ждете того, что кто-то вам придет и поможет. Как будто бы вам нужен другой человек для того, чтобы это делать. То есть, вот это на мой взгляд и является проблемой. Вот. То есть, либо это, вот, какое-то, ну, недоверие себе. То есть, ну, недоверие, вот, своим собственным силам, да, недоверие своим собственным, значит, эмоциям, вот. Недоверие своим, ну, вот, препочтениям, да, своим приоритетам. Вот. Либо это что-то другое. Что это другое? Хороший вопрос. Может быть, может быть, здесь имеет место быть у вас что-то вроде старичного выхода, что речь идет о том, что вам не нравится заниматься ну, не нравится жить так, как вы живете, а на самом деле вы преследуете какую-то другую цель. Например, эта цель может представлять из себя, ну, допустим, допустим, эта цель может представлять из себя нежелание, находиться в одиночестве, например. Или здесь может скрываться история о том, история о том, что вы как-то себя не принимаете, да, или может быть еще, еще какой-то бонус здесь может быть, который, конечно, на первый взгляд довольно сложно увидеть, потому что, ну, понятно, что в этом смысле мы вас не знаем, да, и, соответственно, какие у вас особенности мы не знаем. Что касается сохранения общения с человеком, что тоже является, ну, само собой, моментом в целом важным, вот, то я бы сказал, что самым лучшим способом для вас как-то вот, значит, отношения сохранить было бы дать человеку время, дать человеку время и дать дать человеку возможность общаться с вами так, как она сама того хочет. Вот. Сейчас есть ощущение, что вы пытаетесь давите на него, давите на него. Вот. Сейчас есть ощущение, что вы пытаетесь, ну, как бы, заставить ее что-то делать. Потому что это нужно вам. и само собой, что человек будет это, будет этого избегать. Это, это нормально. Абсолютно, ну, абсолютно нормально. что человек хочет этого избегать. будет этого избегать. Потому что когда и если человек почувствовал какое-то давление на себя, да. Вот. Он хочет из-под этого давления, конечно же, выйти, что, в принципе, на мой взгляд, является вполне закономерной историей. Я сожалею, что вам приходится с этим сталкиваться. Правда. Очень сожалею. Вот. Но, тем не менее, это для вас вполне возможно. Может послушать. неким опытом, который вы при благоприятных обстоятельствах, вот, а именно, например, при работе, допустим, с психологом, да, могли бы использовать это для своего личностного роста. Вот. Я думаю, что та проблема, та проблема, о которой я сказал ранее, боли вашей лично от того, что вас бросит, например, и так далее. Вот. Мешает вам, на мой взгляд, увидеть увидеть один один такой довольно простой момент, что отношения сохранить нельзя. И их нельзя, как это не парадоксально, и потерять. быть, потому что далеко не в полной мере. Это зависит от вас. В той или иной степени, как правило, в большей степени, чем в меньшей, это зависит от другого человека. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам здесь желательно обходить, обходить от концепции контрола, который сейчас вы пытаетесь продвигать. Вот. Обходить от этой концепции и идти в сторону в сторону концепции того, что я могу сделать. Что я хочу сделать. И в общем и целом для чего. То есть честность очень важна. Честность очень важна. чем более вы на мой взгляд честны значит с собой. Вот. Если вы честны с собой, вы честны с собой, если вы с собой, то вы что это повышает ваши шансы быть ровно в таких отношениях, которых вы достойны. Вот. Понимаете, да? вот пожалуй то, что я хотел бы сказать. Ну и в заключ... в заключении вот в заключении хочется отметить такой важный момент, что дело в том, что я значит встречаю подобные вопросы уже не впервые. Я не знаю вы ли задаете его или нет. То есть ну вот в этом смысле я не знаю вы ли спрашиваете о такой довольно похожей я бы сказал ситуации. Вот. То есть мне здесь в этом смысле сложно конечно судить. Но если ситуация вот если эти вопросы задавали вы то я бы конечно рекомендовал вам не тратить свое время на вопросов вот а просто заняться психотерапией вот которая всяко будет эффективнее при решении вашей ситуации. вот и позволит вам помочь прожить все те неприятные чувства так скажем ваши которые у вас есть и поможет разобраться в себе. вот куда более эффективнее чем вот повторение вопросов ну в данном случае похожих вот а кроме этого кроме этого задавать вопросы ну я имею ввиду повторяющиеся вопросы выпрещено правилами сайта вот то есть здесь вы рискуете значит еще получить удаление своего вопроса вот что тоже может быть ну довольно неприятным если вас это может как-то ну не знаю задеть например да вот вот какая-то такая история а на этом все я надеюсь что вам это было интересно надеюсь что вам это было полезно буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу я хочу пожелать вам всего самого доброго удачи обращайтесь и что это здорово к бог